В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Из детского лагеря в школу. О том, что ожидает ребят в новом учебном году и какую пользу приносят детские лагеря юному поколению. Поваленные деревья и пожары. Стихийные бедствия и не только. Дрифтующая боевая машина десанта. Что только не увидишь на рязанских дорогах. Рязань читает. В рейтинге российских городов рязанцы по любви к чтению заняли достойную позицию. 28 августа глава администрации города Олег Булеков провел выездное рабочее совещание по вопросам рязанцев, которые обратились к нему в ходе личного приема. Глава администрации познакомился с районом пересечения улиц Пушкина и Ленинского комсомола. Здесь, по словам жителей, необходимо обустроить проезжую часть тротуара и решить вопрос с возникновением несанкционированных парковочных пространств. Олег Булеков дал поручение организовать всю необходимую работу по обустройству тротуара и установке ограждения до 5 сентября. Кроме того, речь шла о включении дворовой территории дома номер 39 по улице Пушкина в программу формирования современной городской среды и проведения там ремонтных работ в будущем году. Олег Булеков разъяснил жителям домов порядок подачи заявки для того, чтобы их двор был благоустроен в следующем строительном сезоне. Из года в год история повторяется и 1 сентября дети идут в школу. Обучение также мало чем отличается от той системы, что была 10 и 20 лет назад. Разве что технических возможностей стало гораздо больше. К чему привел прогресс, узнаем в ближайшее время. Иванов, к доске. Кто из нас с замиранием сердца, затаив дыхание, не ожидал с содроганием, что учитель произнесет именно его фамилию? Выйти к доске всегда стресс для школьника, даже если выучил домашнее задание и готов к уроку. Однако в последние годы ситуация значительно поменялась, потому что в школах нынче наряду с традиционными досками используют доски новые. Интерактивные. Я думаю, со мной согласится. Каждый учитель. Интерактивную доску можно считать большим помощником в работе. Мы уже не представляем свою жизнь без умной техники. Как взрослые, так и дети привыкли выполнять все действия на своих смартфонах с помощью одного нажатия. Так и здесь можно с помощью одного нажатия открыть некоторые предложения, папки, перемещать по рабочему столу, выполнять те привычные действия, которые делаем на смартфоне. Подобная доска – устройство сложное, но значительно упрощает жизнь учителя. Кроме того, такая система близка и понятна детям, которой сегодня буквально все умеют пользоваться различными гаджетами. По сути, интерактивная доска – тот же гаджет, но в увеличенных размерах и используемый в образовательных целях. Интерактивные доски в образовании используются достаточно широко, и в нашей школе мы их используем давно. Но, пожалуй, очень эффективно использовать их на уроке химии, поскольку с помощью интерактивной доски можно позволить детям выполнять различные действия, которые они не в состоянии выполнять с помощью обычного компьютера. Ну, например, вы сейчас видите на доске модель всей молекулы серной кислоты, которую можно вот так вот повращать в разных плоскостях. Кроме того, можно осуществить различные движения этой молекулы вот так вот с помощью рук. Можно ее увеличить, как мы это делаем на смартфоне, или уменьшить. Конечно, подобная форма представления – наглядная демонстрация модели в объеме, незаменима на уроках, например, химии или физики. С помощью интерактивной доски можно и лабораторные работы выполнять, но метод визуализации только подготовительный. Сами эксперименты – практику. Компьютерные технологии не заменят. Совершенно не обязательно эти эксперименты проводить специально на каждом уроке ради того, чтобы они только были. Какие-то уроки – это изучение теоретического материала, существуют уроки решения задач, но, конечно, когда на уроке присутствует химический эксперимент, это всегда вызывает огромные интересы учащихся. А еще хочу сказать, наше компьютерное оборудование позволяет этот эксперимент реальный проводить на большом экране с помощью документ-камеры. Пробирка помещается перед объектив в документ-камеры, ученики видят эксперимент, видят пробирку в руках учителя, а вместе с этим они наблюдают его на большом экране. Мы это тоже практикуем. Школьник современный отличается от школьника, скажем, десятилетней давности. Общение ребят часто переносится на просторы интернета, и учитель не пытается ломать детей, но показывает, как правильно использовать всемирную сеть с пользой для себя. Социальные сети мы активно используем. Это и классическая электронная почта, где есть электронный ящик у меня, например, и дети присылают мне туда домашние задания, либо рефераты, либо вообще то, что необходимо в ходе урока. Очень активно мы используем популярные среди детей – это сеть ВКонтакте. На стене можно выкладывать как какие-то сообщения, так и ссылки на необходимые ресурсы для урока, либо какие-то материалы, которые необходимы для урока. Ребята очень активно этим пользуются. Чем это хорошо, что мы показываем, как еще можно использовать социальные сети. Это не обязательно же на общении какое-то, но еще и в образовательных целях. Несмотря на то, что задачи у школы, как у образовательного учреждения остались прежними, методы сильно изменились под влиянием времени. Хочется сказать о том, что современный учитель – это, конечно же, продвинутый учитель. Чтобы быть интересным детям, необходимо развиваться в самых разных направлениях, в том числе в информационных технологиях. И если раньше учителю было достаточно закончить вуз и работать, набирать опыта, то сегодня учитель должен учиться фактически каждый день. И именно тогда, выработав свою какую-то траекторию развития, он будет интересным, профессиональным, востребованным. И дети, и учителя уже привыкли к использованию в учебном процессе умной техники. Детям комфортно, они перестали бояться выходить к доске или совершить ошибку. А учителям нравится вести урок. Процесс обучения, благодаря такому простому нововведению, превратился в интересное взаимодействие ученика и преподавателя. Время школьных каникул пронеслось незаметно. До начала учебного года остаются считанные дни. И печальнее всего прощаться с летом тем, кто сплотился в единую семью в смене детского лагеря. Одной из последних в городе закончилась смена лагеря актива «Пламенный». Где, в каком районе находится «Пламенный», вам не ответит ни один коренной рязанец. Хотя и существует этот лагерь вот уже ни много, ни мало 42 года. Все потому, что «Пламенный» – это не стены, не крыши, не аппаратура и не огороженная территория. Это нечто большее, как говорят сами пламенцы. Эта смена в этом году охватила беспрецедентное количество участников. На базе «Солнечного» 320 детей приняли участие в смене, на базе «Санатория Колос» приняли 220 детей. В общей сложности 540 детей приняли участие в смене «Пламенный». Такое впервые за 42 года работы. Самые большие смены за всю историю. Да, в чем смысл лагеря? Это обучение активистов, да, это обучение ребят тем качеством, да, лидеров, которые им потребуются в дальнейшем в работе. Из года в год дети из разных школ, районов собираются в детских лагерях, чтобы провести незабываемые каникулы, найти новых друзей, встретиться с интересными людьми, научиться организовывать мероприятия и участвовать в веселых играх и занятиях. Поэтому тот, кто однажды прикоснулся к особенному миру, к особенной жизни в лагере, будет скучать и стремиться в следующем году. Следующим летом снова попасть сюда. Что вам здесь понравилось в этом году? Все, все было замечательно. Очень крутые мероприятия, дни. Да, у нас был Декупович приезжал. И группа Махита. Все понравилось, все вообще супер. Просто было очень круто, офигенно. А что больше всего понравилось? Больше всего понравилось, как мы организовываем мероприятия. Все вообще круто, идеально. Разные факультативы здесь были. Вообще понравился день, милитари, к нам приезжали военные. Вообще тут самые суперские лагери вообще на свете. Дети в отрядах с удовольствием готовятся к заданиям, встречам, мероприятиям. А самые увлеченные впоследствии возвращаются, даже если выросли из возраста, в котором можно проводить каникулы в лагере и становятся вожатыми. Когда ты ребенком, ты не знаешь, что будет происходить. А вожатым ты все это организовываешь, ты все это переносишь, готовишь. Когда я был ребенком, я просто не знал, что всякие декорации, они так тяжело делаются. Потому что в пламенном это не просто мероприятие, а мероприятие, в которое вкладывают душу. Прямо серьезно. Все вожатые вкладывают душу в эти мероприятия. В каждом лагере со временем возникают свои традиции, свои обычаи. И это еще сильнее сплочает ребят волей судьбы, попавших в одну смену. Каждый из этих счастливых, заряженных добром и весельем перед началом учебного года ребят знает, в следующем году он снова приедет в Пламенный. Непогода принесла в Рязань не только пасмурное настроение, но и весьма значительный ущерб для автолюбителей. Из-за урагана в Приокском на улице Карла Маркса упало два дерева. Первый на тротуар в метрах от припаркованной машины. Соответствующие фото выложил пользователь социальной сети ВКонтакте. Второе дерево практически в окна местным жителям. Ночью во вторник, 29 августа, на улице Карла Маркса дерево упало на две машины. У них повреждены крыши. В одном из автомобилей также выбилось стекла. Еще одно дерево повредило машину на улице Радищева. Следующий материал о других явлениях, которые также опасны для людей. Ежегодно в России в среднем происходит около 600 пожаров, в результате которых погибают десятки человек. Больше всего возгораний в жилом секторе. На их долю приходится около 70% всех пожаров. О профилактических мероприятиях, которые проводят сотрудники МЧС Рязанской области, расскажет Валерий Седов. Холодное лето никак не повлияло на возгорания в жилых домах. За последнюю неделю уже произошло несколько крупных пожаров, причины которых пока устанавливаются. Но статистика неумолима. В результате неосторожного обращения с огнем происходит чуть меньше половины возгораний из общего количества. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования стало причиной каждого пятого пожара. С начала 2017 года в Рязани произошло почти 600 пожаров, в которых погибло 34 человека. Цифры пугают. Поэтому сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям напомнили рязанцам о профилактике пожаров в жилых секторах. Главное управление МЧС России по Рязанской области в настоящее время проводит большую профилактическую работу, направленную на предотвращение пожаров, а также снижение гибели и травматизма людей при них. Так, с начала года проведено 275 сходов с гражданами. Общим охватом более 13 тысяч человек. Особое внимание они уделили сельским жителям, неблагополучным, многодетным семьям и пожилым людям. За минувшие выходные сотрудники МЧС проинструктировали более 1300 человек и раздали им специальные памятки. В них говорится, что наибольшую опасность для себя и окружающих создает сам человек, небрежно обращаясь с огнем и его источниками. Брошенная в сухую траву сигарета или спичка, курение в постели, невыключенный электроприбор – все это может привести к возникновению пожара. Кроме этого, хотелось бы напомнить, что основными причинами пожаров в быту являются нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей и электроприборов, неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении, а также нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и теплогенераторов. Также большую опасность представляют горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости, которые многие жители хранят в своих домах или гаражах. Одно из самых важных правил касается маленьких детей. Ни в коем случае нельзя разрешать им играть с пожароопасными предметами. Это мероприятие проходит не первый год. Помимо подворовых обходов и бесед с местными жителями, каждый день на жидкокристаллических экранах города показывают противопожарные видеоролики. С начала пожароопасного периода организовано и осуществляется патрулирование территорий, населенных пунктов, садоводческих товариществ, а также территорий, прилегающих к лесным участкам и местам массового отдыха граждан. По результатам патрулирования предотвращено 221 случай возникновения пожара, а также сжигания схода равянистой растительности, сжигания костров и сельскохозяйственных палов. В памятках, которые сотрудники МЧС раздавали местным жителям, были и такие важные слова, которые должен знать и помнить каждый. Для сохранности своего имущества, крыши над головой, а также своей жизни, жизни близких, друзей и соседей, каждый из нас должен соблюдать несложные правила пожарной безопасности. Обязанностью родителей является с раннего возраста научить своих детей соблюдению правил пожарной безопасности, умению правильно действовать в случае возникновения экстремальной ситуации. Рязань – столица ВДВ. И на наших дорогах одновременно с обычными автомобилями порой можно увидеть и боевые машины десанта. Они также на равных делят территорию с рязанскими водителями. Это доказывают следующие видео. На пересечении Ряжского шоссе и Южной окружной дороги утром во вторник была замечена дрифтующая боевая машина десанта, которая врезалась в автомобиль Шкода. До этого водители, двигавшиеся в противоположном направлении по отношению к колонии БМД, Исходя из комментариев, записанных на этот видео регистратор, удивлялись, что делают БМД на проезжей части. Но никак не могли предположить, что один из водителей военной техники окажется настоящим лихачом. В этой аварии замешаны и военные, и обычные граждане. Так что изюминкой происшествия станет решение о том, кто виноват. И что теперь с этим делать? Пока подробной информации об этом нет. Сезон охоты в Рязанской области в самом разгаре. Сейчас многие по выходным выбираются, чтобы провести время с друзьями и поохотиться на водоплавающую дичь. Но не у всех охотников порядок с оружием. В этом ежегодно убеждаются представители полиции. За 10 дней в рамках операции охота сотрудники Росгвардии и полиции изъяли у рязанцев 48 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба областного отдела Росгвардии. Всего силовики выявили 83 административных правонарушений в сфере оборота оружия. Изъяли 48 единиц огнестрельного оружия. Из них 8 из незаконного оборота. Отмечается, что особое внимание сотрудники Росгвардии уделяли отработке владельцев оружия, не продливших сроки действия разрешительных документов, а также не имеющих права владеть оружием из-за привлечения к административной или уголовной ответственности. Так что дорогостоящие хобби, приносящие большое удовольствие, может обернуться большой проблемой для лиц, которые не соблюдают закон. В рейтинге самых читающих городов России Рязань заняла 18 место из 32 возможных. Соответствующее исследование было проведено маркетинговым агентством Zoom Market в августе этого года. Можно ли считать 18-ю позицию почетной, мы решили узнать в библиотеке имени Горького. У сотрудников рязанских библиотек сомнений не возникает. В нашем городе читать любят. Правда, к проведенному исследованию в библиотеке имени Горького отнеслись с долей сомнений. Каким образом оно проводилось, какие группы были опрошены и почему всего 32 города. Но, в принципе, 18-ю позицию считают достойной. Конечно, 32 – какой-то странный такой выбор. Он мало представлений дает о статистике в целом. Но, наверное, это неплохо. Несмотря на век интернет-технологий, библиотеку сегодня посещают читатели различных социальных групп и возрастных категорий. Это и школьники, и студенты, и люди старшего поколения. Соответственно, и цели у всех разные. Кого-то интересует научная литература, но и с досуговой целью в библиотеку приходят многие, особенно в летний период. Очень большой спрос среди горожан на периодические издания. Это понятно, потому что сейчас газеты и журналы достаточно дороги, а мы выписываем большой объем из периодики, издаваемой на территории Российской Федерации. Поэтому читальные залы, кафедры периодических изданий никогда не бывают пустыми. Книги для души, а не для учебы или работы, сегодня без проблем можно найти не только в библиотеке, но и в книжных магазинах, а также на просторах сети интернет. По данным все того же опроса, около 70% всех читающих россиян предпочитают читать или скачивать интересующие их книги в интернете, и только 18% респондентов указали, что покупают их в бумажном и электронном формате за деньги. По мнению исследователей, самыми популярными жанрами среди россиян являются детективы, фантастика, классическая и историческая литература. Кстати, социологический опрос проводился по методу личного интервью. Общая выборка составила около 5000 респондентов в возрасте от 19 до 61 года. В каждом городе было опрошено 150 человек. Лидерами рейтинга стали Москва, Новосибирск и Нижний Новгород. Последнее место занял город Курск. Ну а наш родной город, напомним, занял 18-ю позицию, что, несомненно, приятно. К выставкам художников, фотографов, скульпторов мы уже привыкли. А приходилось ли вам бывать на выставке архитектора? Сегодня посетить такую необычную экспозицию можно в бывшем доме купцов Алянчиковых. Подробности в сюжете наших коллег из Касимова. Я только сейчас начинаю понимать, что выставки – это тот стержень, который художника формирует немножко, но заставляет дисциплинировать его и обязывает. Саша с детства хотел заниматься серьезным делом. Как ни странно, деревенского паренька из Поповки интересовала архитектура и интерьеры храмов. Окружение способствовало этому. Касимские здания к этому располагают. Было желание заниматься серьезным делом, хорошим, настоящим. Я видел примеры, мне нравилось. Я всегда видел дома, архитектуру, видел церкви, видел росписи в церквях. Вот я до сих пор, наверное, в большей части обязан нашим Никольскому собору. Именно туда дед и бабушка возили мальчика причащаться христовых тайн. Во время длительной службы Саша рассматривал иконы, настенные росписи, впитывал в себя атмосферу. Жизнь в те годы была нелегкой, но старики верили, что Бог есть. Кириллов именно им обязан своим духовным воспитанием. Говорит, что храм в Поповке спроектировал и построил благодаря этому и помощи односельчан. Если я могу это делать, то я обязан это сделать, то другому ничего не скажешь. Ну вот я попытался, слава, что у меня были и друзья, и родственники, и наши деревенские. Они все помогали, и церковь получилась. Иконы Александру Кириллову пришлось вырезать самому. Человек пообещал, но отказался. Так архитектор и стал ищиком по дереву. Слова признания в его адрес произнесла известная певица Элла Хрусталева. Вдруг я узнаю совсем недавно, что Саша занимается резьбой. И это просто прекрасно, и это настолько одухотворено, потому что взять просто обычный кусочек дерева и вдохнуть в него душу, это же нужно обладать самому огромным количеством такой энергии, запаса творчества. В этот день в доме Алянчикова царила поистине домашняя обстановка, а создали ее близкие по духу Александру Кириллову люди. Зайдеться особой энергетикой, которую для нас создал архитектор и художник Александр Кириллов, вы можете в музее Алянчикова до 13 октября. Это все новости на данный момент. За событиями следите на нашем официальном сайте, а также группах в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи! Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Рязанским ипотечным фондом сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом, в коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом.